Итак, всем привет! Hello World! В сегодняшнем видео мы с вами попробуем разобрать домашнюю работу по многомерным массивам. Посмотрим один из вариантов, как можно было ее сделать. Опять же, говорю, этот вариант не является единственно возможным или единственно правильным. То есть те, кто прислал свои решения мне на почту, я тем ответил, сказал, где было хорошо, где было плохо. То есть действительно были хорошие, по-настоящему хорошие решения, которые довольно значительно отличались от того, что я вам сегодня покажу. Поэтому не надо считать, что это некое эталонное, единственно возможное решение. То есть я вам просто покажу один из возможных вариантов, как это можно было сделать. Также, как и до этого, разберем наиболее типичные ошибки или недочеты, которые были в тех домашних работах, которые уже прислали мне. То есть у вас все еще есть возможность прислать свой вариант мне на почту. Будет почта указана в описании под видео. Так что присылайте. То есть те, кто не сделал, хочет прислать. Может быть, пока не стоит смотреть это видео. Также хочу напомнить, что с этой недели раз в неделю начинает выходить серия видео о том, как действовать, чтобы найти хорошую работу. То есть хорошая, это значит, которая будет и вам по душе. То есть будет вам нравиться то, что вы делаете. И также будет вам приносить хороший доход. То есть в среду вышло первое видео за этой серией. То есть как понять, что вам нравится, чем вы хотели бы заниматься в качестве своей работы. Те, кто еще не видел, советую посмотреть. Ссылка должна сейчас появиться в правом верхнем углу. А мы начнем. Итак, я вам кратко напомню, в чем был смысл задания. Сейчас ссылка, кстати, тоже должна появиться в правом верхнем углу на это задание. Вкратце смысл был такой. Пользователь вводит количество рядов и строчек в матрице, которую мы создаем. Далее мы выводим содержимое матрицы. То есть, соответственно, там должны быть одни нулы, потому что ничего там нет. После этого мы спрашиваем пользователя индекс, ряда и колонки, куда мы хотим вписать какое-то значение. Соответственно, спрашиваем само значение, которое мы хотели бы, точнее, не мы, а пользователь хотел бы записать. После этого мы его записываем. Выводим еще раз содержимое матрицы уже с вновь записанным значением. И после этого программа завершается. То есть, в целом, довольно простая программка. Единственное, было пару моментов, которые не у всех были хорошо исполнены. Поэтому хотелось бы на них поподробнее остановиться. То есть, первое, что бросилось в глаза, что очень мало людей используют некую интерактивную, активность при общении с пользователем. Вот пренебрегают System.out, Print.ln и так далее. То есть, это вообще полностью пропускают. И просто у вас пустая консоль, куда что-то надо вводить. То есть, для тестовых программ, может быть, это нормально. То есть, но надо уже привыкать к тому, что каждый шаг, на котором вы ожидаете каких-то действий от пользователя, или он что-то вводит, или он что-то нажать должен и так далее, или выбрать, то есть, это надо сопровождать некими пояснениями. То есть, если это консоль, соответственно, выводить какие-то надписи. Если это графический интерфейс, то какие-то там всплывающие подсказки, например, сделать и так далее. То есть, пользователь должен знать, понимать, чего вы хотите от него. То есть, это надо делать. И, с другой стороны, это помогает и вам самим, когда вы тестируете свою программу, вы понимаете, то есть, вы вводите какое-то число. Если у вас есть, например, некая надпись, как сейчас, то вы четко понимаете, что вот эта введенная единица, это индекс ряда, куда я хочу записать значения. То есть, если у вас будут только какие-то значения написаны, то 1, 3, да, то что это, собственно, такое, и куда это вообще потом запихнется, иногда бывает сложно понять. Особенно, если у вас интерактивная программа, где у вас там десятки каких-то введенных значений, разобраться бывает довольно сложно. Так же, не все при создании массива использовали какие-то переменные для того, чтобы хранить число строк и колонок. А напрямую, то есть, вот у нас, допустим, пользователь вводил что-то, и мы напрямую вот это пытались запихнуть сюда. То есть, что, конечно, не очень тоже хорошо. Да, так как в нашей программе мы два раза должны выводить содержимое массива. Первый раз только сразу же после того, как мы его создали, и второй раз после того, как мы записываем какое-то значение. То есть, фактически у нас в двух местах мы должны исполнять один и тот же кусок кода. Были люди, которые напрямую в двух местах писали, сколько там получается, да, вот эти вот четыре строчки кода. Четыре, пять. Что лучше сделать? То есть, как у меня сделано, лучше это выделить в отдельный метод, да, и в нужных местах, в нужных местах его просто вызывать с аргументом. Да, то есть, в нашем случае аргумент является массив. Да, и, собственно, этот метод, printMatrix, он, собственно, и делает то, что он распечатывает то, что у нас есть в матрице. Да, то есть это... Так, еще желательно... Желательно сделать проверку на то, что введенные индексы пользователям, да, они адекватны для созданной матрицы, да. То есть, если мы хотим записать, например, в ряд с индексом 5, да, а в нашей матрице всего четыре ряда, то, соответственно, когда мы вот тут попытаемся это сделать, да, у нас вылетит ошибка, да, то есть неплохо было бы проверить, да, перед тем, как пытаться что-то записать, да, написать вот такой ивчик, да, что индекс меньше числа рядов, да, почему меньше? Как вы помните, нумерация начинается с нуля, да, то есть если индекс у нас, например, четвертый, это значит, фактически мы записываем в пятый ряд, да, соответственно, не забываем использовать логический оператор i, да, потому что оба условия должны выполняться, то есть и индекс ряда, и индекс колонки должен быть адекватным, да, и, соответственно, если это выполняется, мы записываем и распечатываем, если нет, вводим некое сообщение, что или индекс ряда, или колонки, да, неверный, да, соответственно, что еще было бы хорошо сделать, это проверить, что те индексы, которые вводит пользователь, да, они действительно являются числами, да, то есть, например, как у меня, мы напрямую конвертируем то, что введено в целочисленное значение, да, то есть мы не проверяем, что вообще то, что введено, является числом, и можно ли его, соответственно, конвертировать в интеджер, да, то есть это надо делать, да, но мы пока с вами еще не проходили те методики, которые, вот, позволяют, собственно, проверить потенциально опасные преобразования или потенциально опасные действия на, скажем так, их выполнимость, да, то есть не вызывают ли они ошибок, да, то есть об этом у нас довольно скоро будет целая серия видео, да, отдельным плейлистом, обработка исключительных ситуаций, да, то есть когда что-то в программе идет не так или потенциально может пойти не так, да, то есть что мы можем сделать, какие мы можем предпринять действия для того, чтобы избежать обрушения нашей программы, да, и, собственно, под конец давайте ее запустим, да, посмотрим, как это все работает, да, то есть красивенько все выводится, запросы, то есть все понятно, количество рядов, пусть будет 3, количество колонок, пусть тоже 3, да, вывели матрицу, 3 ряда, 3 колонки, да, все, нулы, дальше индекс ряда, пусть будет второй, и индекс колонки, пусть будет первая, да, и, собственно, что мы вводим? Тест, да, соответственно, индекс ряда, нумерация начинается с нуля, соответственно, это третий ряд, индекс колонки 1, нумерация с нуля, соответственно, вторая колонка, да, то есть вот сюда все записалось, да, давайте еще раз запустим, попробуем с неправильным каким-то параметром, пусть будет 4 на 4, 4 на 4, индекс пусть будет первый, да, а для ряда, для колонки пусть будет четвертый, да, то есть фактически мы пытаемся вписать что-то во второй ряд, да, индекс 1 во второй ряд, индекс 4, значит, в пятую колонку, да, который реально не существует, соответственно, должна быть какая-то ошибка, да, и, собственно, срабатывает нас наш ивчик, да, то есть проверку мы не проходим, да, так как индекс колонки не является адекватным для заданной матрицы, да, то есть мы пытаемся записать в матрицу с четырьмя колонками в пятую колонку, соответственно, вот это вот условие false, соответственно, мы переходим в else, да, собственно говоря, на сегодня это все, что я хотел вам рассказать, показать, да, и еще раз хочу подчеркнуть, что то, что я вам показал, это абсолютно не является каким-то эталоном или идеальным решением, это просто один из вариантов, да, скажу честно, те, кто присылали, там действительно были очень хорошие варианты, да, там опять же, например, проверялось, да, можем ли мы преобразовать то, что введено в целое число, да, то есть видно, что у ребят хорошее знание уже Java, вот, так что если вы хотите сами попробовать свои силы, да, сделать эту домашку, присылайте, адрес почты будет в описании под видео, вот, а у меня на сегодня все, спасибо всем, кто смотрел, надеюсь, вам понравилось, было интересно, оставляйте комментарии под видео, если вам что-то не ясно, есть какие-то вопросы, сомнения, предложения и так далее, также те, кто не подписан, не забывайте подписаться на канал, поставить, включить колокольчик, да, чтобы не пропускать выход новых видео, вот, ставьте лайк, если вам понравилось видео, почему нет, а у меня на сегодня все, всем спасибо за внимание, и до новых встреч, всем пока!